всем большое привет ребята с вами я Лена и сегодня я снимаю новое видео и это видео важная информация всегда в видео с важной информацией не видно так сказать меня это специально так поэтому я надеюсь все это понимают и я не буду в каждом видео говорить одно и то же в общем то да сегодняшнее видео ну просто информативное в общем тогда начну с одного с одной очень важной информации на счет писем Барышникова Анжелина прости меня пожалуйста это просто я не знаю как так получилось мне нужно было отправлять письма просто взяла все письма наклеила на них марки запаковала ну какие то там доделала письма дописала и так далее и отправила и я как думал письма для Анжелины мне не нужно было отправлять в этот раз то есть ну как я говорила то что я сделала ей письмо мне осталось дописать только ей письмо и я отправлю ей по очереди очередь до нее там не дошла осталось буквально там два письма до ее очереди но я почему то просто взяла все письма даже не подумав то что я то ей не написала письмо и отправила поэтому я надеюсь вы меня поняли то что я ну все короче хорошо объяснила просто для Анжелины сейчас нет вконтакте у меня у Алинасты или заблокирована страница короче я не могу об этом написать поэтому Анжелина если ты смотришь то пожалуйста напиши в комментарии чтобы ты не удивлялась что в письме не будет письма прости меня пожалуйста я думаю можно будет это все решить тем то что я отправлю тебе это письмо в следующем письме хотя на самом деле не знаю как будет лучше может быть мне отправить еще это письмо в котором я положу тебе письмо потому что мне реально очень как стремно то что это что так получилось ну конечно я понимаю что у всех там бывает все такое потому что сейчас каникулы мне нужно было все быстро запаковать что-то как можно быстрее отправить потому что потом времени просто не будет отправлять поэтому надеюсь вы мне поймете простите точнее даже Анжелина вот потому что там нет письма и это очень ужасно потому что я не знаю как я так не подумала головой я просто взяла от правила сегодня когда я ну записывала блокнот кому и отправила я поняла то что по видео у кого я отсылала письма я поняла что я отсылала твое письмо его нету в коробке с ответами я такая, господи, ребят в общем-то я подумаю может быть я тебе отошлю еще одно письмо в которое положу только письмо потому что это реально с моей стороны как-то не очень потому что мне с тобой безумно нравится переписываться ты замечательный человек в переписке письмами в общем-то, да, надеюсь что ничего страшного да, просите, что я вас задержала на 3 минуты остальные, те, кто смотрит это видео в общем-то, ваша долгожданная переписка новогодними письмами я довольно-таки долго решала как мне быть с новогодними письмами потому что у меня дофига писем просто самых простых а тут еще на новогодние нужно будет отвечать я такая, что делать как быть, хочется, но как я это все буду делать в общем-то, я решила так мне уже 2 человека достали новогодние письма но, как вы поняли, для ответа ничего не нужно остальным же нужно вложить что-либо для ответа то есть, смотрите, я не знаю я постараюсь это все подобное подробно объяснить чтобы все все поняли, потому что я не очень смогу все это объяснить при том, что экран-то черный, вы ничего не видите как бы, да в общем-то, вы берете конверт, в котором вы будете отправлять письмо то есть 2 варианта, как вы можете положить там, не знаю, деньги, марки вот, и желательно кладите не монетами марки ой, деньги в общем-то, можете положить на сколько угодно деньги я вам все равно отвечу, так как это новый год ну, то есть, от 20 рублей то есть, сколько хотите, столько кладите так как это новый год, я решила ну, не брать с вас 30 рублей как я обычно сейчас беру для ответа вот так вот, выберете конверт приклеиваете, если там, ну, не железные монеты приклеиваете кармашек сзади желательно и потом весь конверт обматываете скотчем вот и на этом конверте пишите ну, доводите, допустим, букву А просто пишите букву А, чтобы я знала, что мне этот конвертик нужно разрезать и достать средства для ответа если же у вас что-то там объемные объемные монеты можете конверт для ответа все что угодно, конечно, конверт для ответа не поместится мне кажется в кармашек сзади поэтому вы берете свое письмо кладете в один конверт и этот конверт кладете в другой конверт ну, то есть, как-нибудь ну, то есть чтобы получилось так когда я открываю ваш новогодний конверт чтобы я смогла достать ну, эти средства для ответа чтобы я не увидела само новогоднее письмо. То есть, я надеюсь, вы поняли, что новогоднее письмо вы покупаете в один конвертик, во второй конвертик что-то для ответа, и третий конвертик это, в который вы самостоятельно будете отправлять. Как-нибудь так. Я надеюсь, я все нормально объяснила. Вот. Так вот, что я хотела еще сказать. Если же мы с вами долго переписываемся, то, в принципе, можете мне вкладывать для ответа. Просто напишите мне в ЛС, можно ли мне вкладывать что-то для ответа. Я скажу, можно или нет. И это я буду смотреть по количеству написавших мне насчет новогодних писем. Так что, если вдруг мы с вами там переписываемся очень долго, я говорю, увы, но нет, нужно будет что-то положить для ответа на новогоднее письмо. Тогда прошу, пожалуйста, не обижаться. Но желательно положить все-таки что-то, потому что у меня довольно-таки много писем, и довольно-таки много на них денег уходит. В общем-то, это не все хорошие новости, так как новогодняя переписка открывается. Буду отправлять вам письма по мере возможности. Вот. Дальше. На Новый год также будет у меня открыт, так сказать, не знаю, как это назвать, короче. Такая вещь, как переписка. Я не знаю, как это назвать. В общем-то, давайте все объясню. Я в прошлом разговорном виде это все, в видео все говорила. Допустим, человек берет конвертик, кладет в него, допустим, там открытку, чай, письмо, и отправляет мне. И я открываю это на Новый год. И тоже делаю я... Ну, когда, то есть, ваше письмо мне придет, я вам тоже кладу то же самое, ну, только, конечно, другую открытку, другое, там, не знаю, магнитик и так далее, и отправляю вам. Вы тоже открываете на Новый год. Я не знаю, на самом деле, как это назвать, придумывайте название. Это вещи, я не знаю просто, как это можно назвать. В общем-то, только, пожалуйста, в таких письмах никаких наклеек, никаких распечаток. Что мы вкладываем друг к другу, так это чай. То есть, вы можете, как бы, выбирать, можете положить только чай, письмо, можете положить там чай, открытку, магнитик, письмо, то есть, как хотите, в общем-то. То есть, что вы можете положить. Это чай, может, несколько пакетиков. Это открытка, это магнитик. Ну, и, в принципе, вроде бы все, я надеюсь, я ничего не забыла, потому что это же я. Вот. Можете положить что-то одно из этого, можете несколько положить вещей из этого. То есть, вот, смотрите, вы положили все, что вы хотели, и с задней стороны вы пишете. Допустим, вы положили туда магнитик, и открытку пишите в мэ, ну, не прям огромными буквами, но и не прям маленькими, чтобы это было заметно. Вот. Если вы, допустим, кладете магнитку, ой, магнитку, боже мой. А, еще не забывайте письмо, письмо это обязательно. Ну, что, и в этом письме будем друг друга поздравлять новогодними. Новогод, новогод, я не знаю, почему у меня язык выплетается, серьезно. В общем, допустим, вы кладете в письмо магнит, открытку, чай, две штуки, и письмо. Вы пишете магнит, М, О, ну, типа, первую букву каждого слова, Ч, и, допустим, две штуки, если чай одну штуку, то Ч, одна штука, ну, один, и П, то есть письмо. Вот, и таким образом я вам отвечаю на письмо, я вам тоже кладу магнит, открытку, вот то же самое, в принципе, что вы сзади написали, и отправляю вам. Мы это с вами на Новый год открываем. На самом деле, если положите что-то для ответа, то буду безумно благодарна, но можете, в принципе, не вкладывать, но будет очень желательно, если вы положите что-то, потом, когда открою на Новый год, будет очень приятно там увидеть марочки, что-то еще, поэтому, да. И последнее, что будет проходить на моем канале, так сказать, это, не знаю, как это тоже назвать, но это связано с mail art, может быть, назвать как-то Merry Christmas mail art или что-то типа этого. В общем, это только я буду делать с людьми, которые переписываются mail art, то есть, если там у вас mail art, это картонка, в которую вы наклеили как-то, фиг знает, как на прозрачательный скотч кармашки, то это абсолютно не то. mail art это для меня что-то особенное, и когда вот что-то подобное называют mail art, мне просто становится, ну, как-то, ну, знаете, неприятно с этим человеком переписываться, потому что, ну, блин, Карл, как так можно называть такое просто произведение искусства? Это, mail art это просто не можно назвать произведением искусства, это просто что-то такое особенное, не знаю. Вообще-то, я буду переписывать с людьми, которыми, ну, как бы, я не знаю, с которыми я уже переписывал с mail art простых письмом, то есть это будет, наверное, новогодний mail art, в общем-то, да, допустим, давайте назовут для примера нестольких людей, с которыми мы переписываемся обычными письмами mail art, и с которыми мы можем переписываться, и новогодний mail art, я не знаю, как это назвать, в общем. Это, допустим, Карина из города Белгород, Барышникова Анджелина, Вероника Большухина, Маша Бердышева, ну, я думаю, то, что, посмотрев на письма этих девочек, ну, то есть, увидев их в каком-то mail, то вы поймете, что такое mail art, что такое, ну, вообще, то, чем я хочу переписываться, то есть, условия вот этой переписки mail art, это сделать мне mail art на новогоднюю тему, в общем, кладите все, что хотите, кладите, что хотите оформить, как красите, но, чтобы это было в стиле mail art, а не какая-то там, не знаю, картонка, согнутая она попала, ну, короче, я не буду объяснять, в общем-то, да, ну, буду переписываться не со всеми людьми, поэтому пишите мне влс тоже на счет этого, я скажу, ну, даже если вы знаете, то, что вы переписываете, в общем, если мы с вами переписываемся, то вы можете мне отправить письма, давайте, допустим, мы называем Merry Christmas mail art, и эту вещь, поэтому пишите на конверте хэштег Me Christmas, ну, то есть, Me первую букву слова Christmas и Me, ну, первую букву, короче, Me K, я не знаю, честно говоря, как это английское, по-английскому читается речь, или как это читается, господи, ну, короче, будем так читать, потом Me и A. Надеюсь, я нормально все объяснила, чтобы я, как бы, понимала, что это mail art, письмо, я вам тоже собираю письмо, mail art, точнее, делаю, все такое, и отправляем, мы с вами его открываем на Новый год. Этим людям ничего вкладывать для ответа не надо, потому что мне, наоборот, будет в кайф переписываться с такими людьми, новыми письмами, открывать просто на Новый год mail art, это очень безумно приятно, поэтому, поэтому, да, я подписала, рассказала все, что только можно, надеюсь, вы меня поняли, я в описании ничего описывать не буду, потому что, я надеюсь, что я все понятно объяснила за почти 13 минут, да, на этом было все, прости меня, Анжелина, да, и на этом было все, ставьте лайки, подписывайтесь, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok